20 января я вышла посмотреть что у меня в одной из частей сада сегодня у нас ветер поднялся а я периодически выхожу и смотрю как у меня тут перезимовавшие хотя еще конечно месяц зимы но все-таки после сильных морозов розочки ну вроде бы все хорошо стволики зелененькие есть отдельные веточки которые нужно будет обрезать вот я смотрю розы ирина он виде вот это вот да вот одну сторону в другую сторону там две веточки остальные вроде бы все нормально с ними но бывает и такое конечно по всякому бывает да здесь смотрю у меня розы симпати хотела убрать ее она подвержена кардесовской пятнистости но может быть подожду пока быть пока подожду потому что я ее омолаживала здесь было было много-много старых стволиков у него побегов я их все повырезала за несколько лет и остались вот три вот раз два три осталось молодых и такие вот они уже мощные хорошие так что может быть пока я ее оставлю просто не буду по листу обрабатывать плантофолом брексил микс вот это все я не буду от болезней вредителей можно а вот по листу делать обработку брексил микс плантофолами то есть вот эти все удобрения нежелательны и также с розой вот здесь вот у меня роза лагуна я все грозилась ее убрать уберу 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 но мне действительно ее вот так жалко она уже и разрослась хорошо поэтому я может быть и оставлю но просто не буду обработку по листу делать только обработку под корень сегодня узнала такую не очень хорошую новость для розоводов что многие сорта рост дэвида остина с 23 года сняли с производства такие как манстед вуд джудзе обскур вы знаете шарлотта ну и другие сорта очень известные сорта крон принцесса маргарет еще другие сорта их больше не будет оригинальных их больше не будет и это конечно очень печально раньше я часто покупала оригинальные розы сейчас уже значит не будем этого делать ну по крайней мере я не понимаю почему сняли с производства монстед вуд у меня пять саженцев этой розы прекрасно развиваются джудзе обскур убрали с производства у меня он прям такой красавчик два саженца крон принцесса маргарет сняли с производства я у меня есть эта роза и жду все я жду ее вот в этом сезоне будет третий сезон я очень надеюсь я видела в садах вот у девочек у южанок какая она шикарная эта розочка да дарси басл тоже сняли с производства она мне как раз вот здесь вот в этом кашпо дарси басл видите какие красивые сорта и убрали ну ладно я понимаю что в наших питомниках все равно есть эти розы их можно будет купить да все равно производства у нас не останавливается но это не оригинальные и так вот если ну вот с точки закона брать то конечно это все незаконно потому что во всем мире если этих роз не будет так их не будет нигде ну то есть как бы получается что это незаконно во всем мире то что наши питомники вот делают околировку этих сортов но я надеюсь у них маточник сохранится этих красивых сортов и все-таки все смогут покупать эти прекрасные розы дэвида остина ну какие-то новинки тоже новинки какие-то представят в двадцать втором году были новинки в двадцать третьем году представят какие-то новые сорта я не представляю даже что может быть лучше монстр твуд из вот такого цвета да вот густого так густого такого очень красивого цвета темного я не прям вот обожаю эту розу этот цвет поэтому вот пять сортов у меня из них три оригинальных 2 было вот реплики я покупала где-то покупал в каком-то питомнике уже не помню а три оригинальные ну вот друзья живем дальше 20 января еще месяц и мы ждем весну потепление у нас вообще-то с февраля где-то середины февраля с конца февраля уже начинается потихоньку обрезка уберу потихонечку всю листву все стволики которые там уже сейчас вижу нужно будет подрезать убрать кстати вот моя golden celebration которая старенькая я это уже омолаживала старые стволики убирала вот я уже сейчас вижу что я буду убирать вот это я вот этот стволик я конечно уберу вот ниже обрежу здесь что-то подмерзла так-то на довольно таки зелененькая стоит неплохо выглядит вот здесь тоже буду смотреть вот уже увидела вот видите вот скорее всего вот вот это мне придется убрать как бы печально не было но вот там вот вот срежу но здесь вот видите какая длинная ветка если она окольцует ничего хорошего не будет лучше убирать поэтому это айсберг роза здесь вот есть новые побежки у нее ну в общем какие-то придется срезать под ноль ничего страшного розы быстро восстанавливаются так что я надеюсь что все будет хорошо дай бог чтобы не было впереди сильных морозов которые могут такой более серьезный ущерб видите здесь краешек тоже вот я его обрежу конечно же есть я вот сейчас уже хожу смотрю так знаете своим уже опытным можно сказать глазом я уже вижу что обрезать где обрезать как обрезать где-то середины февраля до конца или в конце февраля буду смотреть по погоде я потихонечку начну это делать вот так друзья всего вам доброго и до следующего видео пусть ваши розочки хорошо перезимуют и потом радует вас вот посмотрите меня на клематисе уже почечки вот пробуждаются вставляете не все клематисы я в этот раз низко обрезала кому-то сделала низкую обрезку кого-то немножечко оставила там он мой пиончик но сейчас теплые дни поэтому я его горшком не закрываю который пробудился и пошел в рост у меня если начнутся морозы конечно быстренько выйду и накрою друзья всего вам доброго и до скорой встречи